Привет, мой друг! Как твои дела? Как ты видишь, у нас есть сейф, и мы сейчас посмотрим, что у него внутри. С тобой, Дава Дымный. И давайте смотреть, что у нас в сейфе от компании Tommy Gun Tobacco. В этом выпуске мы выберем трех победителей, которые выиграли три комплекта чашек с прошлого выпуска про кальян BS Hook 360 Conceptic и, конечно же, чашечки дур. Можешь просто ради прикола перейти туда и посмотреть выпуск. Также сегодня мы разыграем то, что находится в этом сейфе. Я уже, конечно, посмотрел, я уже приценился и понял, что здесь у нас должно быть два победителя, но мы немного поменяем условия, в отличие от стандартных. Добавим маленький пунктик. Я думаю, будет интересно. Короче, я долго ебался с тем, чтобы подобрать пароль. А, я примерно посчитал, что здесь 10 тысяч комбинаций, потому что пароль состоял из четырех цифр. Я посчитал, что на это мне потребуется 8 часов, но также допустил ту возможность, что пароль может начинаться с первых двух нолей. Тогда я его открою меньше, чем за час. Короче, я его открыл и пароль оказалось 13-0-1. Вот так вот. Конечно, я сразу понимал, что, скорее всего, это либо кальян, потому что я не гуглил, что такое Tommy Gun, либо какие-то аксессуары. Ну, конечно же, я догадывался, что это табак. И давайте, собственно, сегодня уже попробуем, а я его уже курю. Табак от компании Tommy Gun. Внутри нас сейфа ждали разные ништячки, которые я тоже разыграю этим двум победителям. Это содержимое сейфа мы разделим на две части. Поэтому смотри выпуск до конца, не проеби условия. Внутри сейфа была куча нового продукта на рынке. Это продукт под названием Tommy Gun. Мой голос, кстати, подходит под этот обзор. И ещё парочка ништячков в виде вот такого вот Powerbank, похожего на iPhone, между прочим. Я вначале подумал, что это iPhone. Сдираешь наклейку и типа смотришь какое-то презентационное видео. Но нет. Далее. Здесь был мундштук от компании Холодков Дизайн. С фирменной ланьярдой Tommy Gun деревянный. Перчатки Tommy Gun. И две обычные чёрные футболки Tommy Gun. На этом всё. Теперь давайте уже поговорим про сам продукт. Про то, что из себя он представляет. И первое, на что я обратил внимание, это на вот такую вот упаковочку. То есть довольно-таки нестандартная тара. Но она мне показалась симпатичной. Довольно-таки крутая чёрная. И её можно спокойно юзать повторно и ещё миллион-миллион раз. Также меня здесь удивило то, что производитель Табака Инк, а изготовитель ООО Вирджиния Групп. То есть все мы знаем такой бренд под названием Ориджинал Вирджиния. И знаем, что Ориджинал Вирджиния работает иногда, а я точно не знаю, по принципу White Brand. То есть у нас охуевшие мощности, поэтому мы можем ещё кого-то взять к себе на мощность. Примерно так это выглядит. Я забил пару вкусов, прокурил. В данный момент я курю вкус Skittles. И могу вам сказать так. Что вкус меня не очень сильно-таки этот порадовал. Другие вкусы, которые я прокуривал, они были поинтереснее. Например, манго. Манго был очень прикольный. И ещё я курил вкус Herbal Likur. Типа, короче, травяной. К чему это? Давайте попробуем разобрать вообще, из чего сам состоит продукт. Здесь у нас Бёрли плюс Вирджиния. И, как ни странно, я настолько отвык от крупного табачного листа в нарезке, что Tommy Gun меня так немного, воу, типа, чего? Что табачный лист очень-очень крупный. То есть, реально, в некоторых местах он даже не, как сказать, профасован. То есть, там попадаются веточки, палочки. Но я думаю, не в 2021 году говорить про мусор в табаке. Потому что всем и так понятно, что этот мусор в табаке курится, как и всё остальное. Что меня немного смутило. Во-первых, баночку можно открыть, не срывая акциз. Да? И у нас внутри нет, соответственно, пакетиков, в которые этот табак был бы упакован. И, как знаю, по опыту других производителей, для них в плане хореки это была большая проблема. Потому что многие магазины отказывались брать их продукцию по причине того, что коробочку перевернут. То есть, большая вероятность того, что какая-то из баночек может приоткрыться немного. И сиропчик благополучно убежит с этой банки. А таких банок в коробке может быть 5-6. Также табак очень и очень влажный. Но при этом не пластилиница. Забивается в чашечку хорошо. Также, прокуривая эти вкусы, я понял, что у табака во время курения хватает проблем. Одна из таких проблем это неприятный резкий аромат в резких вкусах, в ярких вкусах, да, по названию, грубо говоря, по тональности. Он очень сильно бьет по горлу на старте. Он прям вот так вот корябает иголочкой. Я это считаю с тем, что аромка немного переаромлена. То есть, большая концентрация. Ее бы немного понизить, дабы он стал более плавный. И иногда в некоторых вкусах это прям очень и очень приторно. А, например, в скитлсе, я почему его так редко курю, не потому что я много пизжу, а потому что он прям очень сильно бьет по горлу. По дымности все окей. По вкусу, в принципе, тоже аромка приятная, именно как ощущение. Но переаромлена. Также, такой момент касаемый температуры. Прогревается очень быстро. То есть, ты поставил, что-то сделал, и уже можешь спокойно курить. Аромка открывается, все очень дымненько, сочненько. Но, перегревчики я ловил очень часто. Стоит буквально отвлечься, пойти себе налить чай, то приходится уже немного потанцевать, дабы выровнять температуру. Здесь, конечно же, это минус. Из прикольного. На баночках есть интересная информация. Крепость. 6 из 10. В принципе, я здесь частично согласен, но, по моему мнению, это стабильная пятерка, нежели чем шестерка. Возможно, для другого слоя потребителей это будет полноценной шестеркой, а, возможно, даже для кого-то и восьмеркой, и девяткой. То есть, это крайне субъективно, писать крепость, наверное, в цифрах на упаковке. Проще, наверное, взять систему обычную. Средний, легкий, крепкий. И там уже будет понятно. Что я хочу сказать по данному продукту. Банки крутые. Стиль, как я понял, автоматов Томпсона, Томмиган, Мафия, Казино, Рулетки. И если в дальнейшем продукт приживется и останется на рынке, и на выставках будут очень интересные стенды, наверное, у ребят. Потому что это мафия, Блэк Джек, Сухой Закон и прочее, да? Старые мафиозные тачки. У меня погас контурный свет, но мы не переживаем. Я думаю, это не играет большой роли. Поэтому скажу так. Табаку есть место быть на рынке, но нужно многое поправить. Все-таки упаковку. Я думаю, проще табак упаковывать в герметичные пакеты, дабы в дальнейшем не было проблем. Второе. Поправить немного жаростойкость продукта. И в-третьих, наверное, все-таки немного поработать над ромочкой уже в следующих партиях. Эй-эй-эй! Как дела? Все. Давай выбирать трех победителей из прошлого розыгрыша. А разыгрываем мы три комплекта чашек Турбол. Поэтому победители раз, два и три. Ребят, напишите как можно скорее мне в директ инстаграма. И мы с вами согласуем, куда и что отправлять. Так что вот такой вот продукт Томми Ган. И мы наконец-то узнали, что находится в этом сейфе. А теперь давайте собственно условия розыгрыша. Чтобы это все выиграть, тебе нужно быть подписанным на мой канал. Это самое главное. Включить уведомления. Поставить лайк этому видео. И написать комментарий, что ты думаешь про этот табак. И теперь маленькое нововведение в конкурсах. Мы выбираем 10 максимально популярных комментариев. У которых большинство количество лайков под комментарии. И среди них мы выберем двух победителей. Так что дерзайте, ребятки. Всем пока-пока. С вами был Давыд Дым. И вот такой вот сейф от компании Томми Ган. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok